здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин сегодня в этом ролике я покажу обрезку трехлетнего куста винограда и вы увидите как нужно сформировать первое плодовое звенье вот на таком трехлетнем кусте винограда это первый момент и будет еще второй момент я покажу как сформировать либо недостающие рукава вот в этом случае у меня всего лишь четыре рукава на этом кусте и смотрите что у меня вот середина пока что пустая либо например если вам нужно заменить какой-нибудь старый рукав но теперь непосредственно к формировке первых плодовых звеньев на этих рукавах но для того чтобы их сформировать правильно нужно вернуться в весну и вот давайте посмотрим на врезку из весны этого года то есть обратите внимание глубина канала приблизительно 20 сантиметров если бы не было канала у меня вот такого подземного то здесь была бы лунка я выросил вот такие четыре побега но мне нужно теперь из этих побегов сформировать непосредственно сами рукава то есть побеги это побеги а рукава это немножко другое и давайте рассмотрим что же такое будет рукав что вообще такое рукав запоминаем рукав это у нас каркас куста это запас многолетней древесины служит от 3 до 8 лет и более а вот сам рукав у нас будет заканчиваться плодовой стрелкой для получения урожая а плодовая стрелка либо плодовое звено меняется каждый год и обратите внимание что разместил побеги следующим образом сначала побеги размещены под углом в 45 градусов а остальная часть побега подвязана горизонтально к нижней проволоки давайте теперь еще рассмотрим что же нам нужно еще сделать чтобы доформировать этот куст и поддерживать вот эту форму в течение многих лет и вот теперь очень важный момент все что у нас будет находиться от головы куста до нижней проволоки мы будем считать непосредственно самим рукавом а часть которая подвязана горизонтально к нижней проволоки будет считаться плодовой стрелкой эти плодовые стрелки служат всего лишь один год и каждый год старая плодовая стрелка меняется на новую от головы куста до нижней проволоки выщипываем все побеги и снова мы оставляем чуть ниже нижней проволоки один хорошо развитый побег либо хорошо развитую почку но вот в этом случае в обязательном порядке вот эта почка которую мы будем оставлять она должна быть наружной вот это у нас будет в будущем году не плодовая стрелка а сучок замещения то есть вот из этого наружного побега осенью мы сформируем сучок замещения то есть мы проведем обрезку вот этого побега коротко на 2-3 глазка и это у нас будет сучок замещения а плодовую стрелку выберем любую вот из этих побегов не важно самый хороший побег выберем на плодовую стрелку и вот этой осенью получается мы в первый раз только сформируем плодовое звено и так вы все поняли от головы куста до вот этих глазков наружных глазков на каждом из этих побегов я выщипал все лишние побеги но еще давайте рассмотрим этот куст винограда я оставил на нем 32 побега напомню вот данный момент этому кусту три года ну вот у нас два рукава в левую сторону и два рукава в правую сторону еще по урожаю вот в этот год я планировал получить с этого куста ну приблизительно 15-20 килограмм на третий год но это не потому что третий год а потому что этот куст довольно мощный например на других трехлетних я планировал получить пять килограмм в общем то у меня все получалось до одного момента в августе прошло три дождя подряд и все ягоды практически 70 процентов вот на этой гибридной форме шарада юа треснули но в результате я не получил 20 килограмм ягод а получил приблизительно 12 килограмм темно окрашенного слегка кислого сока и вот 11 августа снова прошел очень длительный дождь но давайте эту гроздь посмотрим вот смотрите вот этого вчера еще ничего не было смотрите треск 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 давайте еще вот эту покажу видите ягода треснула ягода треснула 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 вот там треснула вопрос по ради открытый короче с этой гибридной формой именно по треску скорее всего будут большие проблемы но пока что я этот куст оставляю я показывал как я собираюсь бороться в будущем году с треском ну вот если получится значит получится если не получится значит будем расставаться и так вы поняли что еще этой весной я уже запланировал обрезку этого куста винограда первонаперво я удалил все глазки все почки вот приблизительно до нижней проволоки специально оставил вот самый нижний побег вот такой побег вот на каждом рукаве чтобы он был наружным вот с этой стороны не вот с этой стороны над головой а с этой стороны так на всех четырех рукавах это будут первые сучки замещения а затем планировал что вот каждый второй побег выше вот этого сучка замещения будет плодовой стрелкой и для этого на этих побегах чтобы они выросли получше и для того чтобы они вызрели лучше я удалился цвете это вот такая была подготовка вот наш рукав вот этот побег который я планирую на сучок замещения ну где-то 8 9 миллиметров прекрасный побег и он пойдет для сучка замещения но ведь и вот второй побег который я планировал он принципе тоже подходит все-таки он не вырос таким каким он должен быть поэтому вот этот второй побег я срежу вот здесь у меня будет рано на плодовую стрелку на будущий год оставлю вот этот побег пусть мой рука в этом году удлинится вот на такое расстояние но у меня есть сучок замещения и в будущем году я планирую из этого сучка вырастить новое плодовое звено а вот эту старую плодовую стрелку вместе с вот этой новой плодовой стрелкой я удалю второй вариант обрезки если вам не нужно никакое плодовое звено то вы просто вот в этом месте удаляете вот эту всю часть и вот этот побег он хороший его можно использовать просто на плодовую стрелку но будущем году сто процентов этот рукав удлинится теперь еще вот хочу обратить внимание на такой момент вот здесь растет побег 1 да а вы скажете а какое удлинение вот первый побег и он прекрасно вырос но вы должны понимать что вот этот побег растет из вот этого побега да а основание вот этого побега вот там внизу и вот этот побег который вы видите хороший он по счету наверно 6 либо 7 то есть в будущем году вот на этой плодовой стрелке если вы не будете формировать сучок замещения хороший побег вырастет тоже из пятого из шестого глазка вот не из этого и так вот перед нами наш рукав из этого нижнего побега мы формируем первый сучок замещения оставляю я три глазка раз-два-три в принципе можно оставить даже два еще последнее время я уже говорил обрезку делаю вот так через 4 глазок наискосок с удалением глазка вот таким образом теперь следующее вот этот побег он принципе неплохой но я его удаляю и оставлю небольшую подушечку ну приблизительно один миллиметр над вот этим побегом то есть древесину вот этого рукава я затрагивать не буду а вот это у меня будет новая плодовая стрелка и вот здесь старую плодовую стрелку я удаляю и так я провел обрезку этого рукава и сформировал первое плодовое звено вот у меня сучок замещения 3 глазка и вот у меня плодовая стрелка данном случае оставил наверно около 10 глазков в этом году нагрузка у меня было как я уже говорил 32 глазка в принципе очень много добавлять в будущем году я не буду либо оставлю 32 ну либо 36 либо 38 побегов в будущем году на этом кусте будет то есть я смотрю исходя из того как он рос в этом году и еще раз повторю чтобы к этому больше уже не возвращаться смотрите здесь рано у меня я всегда говорю раны наносить не нужно но мы от этой раны никуда не денемся потому что плодовая стрелка у нас вот здесь должна быть но в будущем году вот эта часть с этой раной удаляется вот перед вами второй рукав вот здесь все у меня получилось так как я хотел то есть у меня первый оказался сучком замещения а второй побег вот видите тоже хороший второй побег будет плодовой стрелкой это три глазка это 12 глазков следующий рукав вот этот значит этот побег у меня сучком замещения будет вот этот снова я удалю а на плодовую стрелку оставлю вот этот побег и вот на дальнем плане четвертый рукав здесь все получилось смотрите побег у меня первый будет сучком три глазка а вот этот отличный побег это будет новая плодовая стрелка так практически полностью я обрезал этот куст винограда у меня четыре рукава 1 2 3 4 и на каждом сформировано плодовое звено сучок замещения плодовая стрелка сучок замещения плодовая стрелка теперь вот еще хочу сказать немного по длине рукавов вот кто-то например связывает такую длину рукавов вот с тем что я оставляю сучок замещения на самом деле мне так удобно и я оставляю вот такие ну как вам кажется длинная рукава если вам это не нужно оставляйте сучок замещения вот с этого глазка у вас будет вот такой рукав вот так концу третьего года я сформировал практически полностью по крайней мере четыре рукава без штамбовый веерный многорукавный в данном случае четырехрукавный куст винограда для укрывной зоны виноградарства уже с плодовыми звеньями и вот когда вы высаживаете свой виноград и если вы его собираетесь укрывать на зиму если хотите чтобы у вас была какая-то определенная форма то вот такая форма куста подходит но теперь давайте все-таки вспомним за вот эту пустоту которая находится над головой куста я уже говорил что это пустота для пятого и шестого рукава начинаем заполнять эту пустоту когда у нас от головы куста появится какой-нибудь побег и вот смотрите в этом случае у меня появился вот такой побег он растет из многолетней древесины и возможно повторю уже в который раз возможно вот из этих глазков в будущем году если я возьму этот побег на новый рукав не будет плодоношения но например если мне не нужно плодоношение у меня смотрите 1 2 3 4 плодовые стрелки и так есть я могу уже в этом году взять этот побег и вот я завернул этот побег внутрь занял вот это пустое место над головой куста и мне появился уже 5 рукав и например на дальней плоскости у меня полностью вся шпалера будет использоваться но если вы хотите наверняка получать урожай то например не нужно спешить вот формировать из такого побега вот такой пятый рукав а например в этом году нужно взять вот этот побег и срезать на два глазка оставить вот такой сучок сучок формирования с двумя глазками и в будущем году побеги которые вырастут уже вот из этих двух глазков они уже будут расти не из многолетней древесины а из побега предыдущего года и в будущем году вот те уже два новых побега осенью вот таким образом каждый заворачивается на своей плоскости если у вас одна плоскость значит достаточно и одного вот такого побега я уже говорил других роликах и вот на таком побеге который завернут вот здесь у него изгиб так называемое страдательное положение здесь можно не формировать вот такие сучки замещения а делать просто весной вот такой резкий изгиб и за счет того что мы нарушаем вот здесь проводимость тканей вот в этом месте должен появиться хороший побег и тогда мы просто вот эту часть верхнюю будущей осени удалим а новый побег который вырастет вот точно так сформируем ну а этот куст винограда вот таким образом обрезан подготовлены к будущему сезону здесь у меня вот такой канал скоро буду укрывать напомню что этот сорт шарада юа который у меня в этом году безжалостно треснул я его оставляю уже приблизительно знаю как попытаюсь бороться с треском ягод поэтому если вас это интересует не забывайте подписываться не уверен что мне все получится но тем не менее планы у меня на этот куст именно такие попробовать избежать треска ягод вот на этой гибридной форме шарада юа а с вами был юрий его рутин до скорой встречи до свидания пока